Hi, my friends! We continue our playlist. Действительно, мы продолжаем наш неважнейший плейлист. И впереди у нас контрольная работа по всему плейлисту, по всем урокам, которые были до этого. Поэтому мы с вами повторим, соответственно, все времена. Сейчас вкратце, что мы прошли. Далее будет сама контрольная работа. Итак, как уже было сказано, мы с вами прошли группу времен, который называется simple. В принципе, это достаточно, чтобы изъясняться. Вы можете сказать, что вы делаете обычно. Это время present simple. Что вы сделали? Время past simple. И что будете делать? В принципе, чтобы объясняться, это достаточно. Но есть много тонкостей. Далее, потом мы с вами поговорим про другие времена и конструкции. Итак, давайте с вами повторим. Значит, начнем пока с самого простого. Значит, present simple. Значит, вспомним с вами, как образуется данное время. И какие есть подводные камни. Значит, давайте с вами рассмотрим четыре случая. Соответственно, что такие за случаи? То есть, у нас с вами будем рассматривать четыре случая. Это утверждение. Как утверждение называется в английском языке? Обычно просто statement. Вот state – это утверждать. Глагол statement – утверждение. Далее, отрицательная форма. Negative form. Negative form. Значит, мы с вами также говорили, что в заголовках обычно заглавные буквы в словах. То есть, так, конечно, form – это маленькая, но это заголовка, поэтому большая. Просто сразу поясняю, если возникает вопрос. Далее, вопрос – question. И также специальный вопрос – special question. Вот это надо с вами вспомнить и посмотреть, и проделать некоторые важные упражнения. Итак, simple, present simple, past simple, future simple, statement, negative form, question, special question. Итак, что сложного во времени present simple и утверждения? Значит, смотрите, здесь у нас, если мы говорим про утверждения, то два случая. Первый случай, когда есть у нас с вами глагол. Соответственно, у нас есть глагол. We have a verb. We have a verb. И, соответственно, у нас с вами случай или глагол. Verb или глагол является as в общем случае. Например, «Мне действительно нравится эта идея». «Мне действительно нравится эта идея». «I really like эта идея», «this idea». «I really like this idea». Или, например, скажем, «Ему действительно нравится этот проект». «Ему действительно нравится», «he really likes этот проект», «this project». «He really likes this project». Все. Ничего сложного нет. Соответственно, если у вас нет глагола, то есть у нас нет глагола, «we don't have a verb», то нам нужно использовать, соответственно, формы глагола «to be». «Am», «is» или «are». Но обычно мы используем сокращенные формы, соответственно, просто «I'm». Значит, «we're», «you're», «there». Далее, «he's», «she's», «it's». Например, «это прекрасно». «Прекрасно». Вообще, прекрасное слово «wonderful». Можно сказать «это прекрасно». «It's wonderful». Видите, нет глагола. Значит, нужно просто поставить «it's». «It is». «It's wonderful». «It's wonderful». Итак, давайте повторим. «Present simple». «We have a verb». «Verb». «Verb plus s». «I really like this idea». «He really likes this project». «We don't have a verb». «Am», «is», «are». «I'm», «we're», «you're», «there». «His», «she's», «its». «It's wonderful». Далее. Теперь про отрицание. Что у нас изменится, если у нас с вами отрицание? Соответственно, у нас отрицание. Значит, у нас, соответственно, также глагол. Значит, отрицание у нас с помощью «don't» или «doesn't» с глаголом. «Don't», «doesn't» плюс «web». Например, «Мне не нравится эта идея». «Мне не нравится». Тогда перед глаголом просто поставим «don't». «I don't like this idea». «Он не чувствует себя хорошо». «Он не», «он he». Да, соответственно, получается, что «I», когда у нас «don't». «I», «we», «you», «they», «don't» плюс «web». И, соответственно, «he», «she», «it», «doesn't» плюс «web». Значит, ему, он не чувствует себя хорошо. «He», «не чувствует». Если у нас с вами, соответственно, нет глагола, то если полная форма, то просто является «am not», «is not», «a not». Но на практике встречается очень редко, это формальный, очень английский. Поэтому просто сокращение у нас. «Am not», здесь, в принципе, по произношению «похоже». Здесь у нас «is not» превращается в «isn't» и «are not» превращается в «aren't». Получается «I'm not», «we», «you», «they», «aren't», «he», «she», «it», «isn't». Например, «я не удовлетворен этим результатом». «Я не удовлетворен». «Я», значит, «I'm not», «I'm not», «удовлетворен», «satisfied» этим результатом». Ну, вообще, этот результат будет «this result». Но мы с вами говорили, что «удовлетворен чем-то», мы нужно ставить именно предлог «with», нужно запомнить. Получается «I'm not satisfied with this result». Это предлагает на английском языке «satisfied», несмотря на то, что окончание «id», поэтому нужна форма «to be». «I'm not satisfied with this result». Повторим. «We have a verb». «Don't», «doesn't» plus «verb». «I, we, you, they, don't» plus «verb». «He, she, it doesn't» plus «verb». «I don't like this idea». «He doesn't feel good». «We don't have a verb». «I'm not», «isn't», «arent». «I'm not». «We, you, they, aren't». «He, she, it isn't». «I'm not satisfied with this result». Далее. «Вопрос». Значит, если мы с вами посмотрим «вопрос», то здесь те же самые два случая. «Когда у нас с вами есть глагол», тогда у нас, соответственно, вопрос с помощью «do» или «does». Значит, «когда do» мы помним. «Do I, we, you, they?» «И does, когда he, she, it?» Вот это нужно также знать. Например, хотим спросить «ты согласен?» Вот почему-то я очень часто слышу, многие говорят так «ты согласен?» Начинает с «а». Но это неверно. Раз есть глагол «а» не нужно, нужно поставить «do» или «does». «Ты, you» значит «do». Получается «do you agree?» «Do you agree?» «Она чувствует себя взволнованной?» «Она, does she, чувствует себя?» «Feel взволнованной?» «Varied». «Does she feel worried?» Если у нас нет глагола, то у нас с вами просто, значит, вперед выносится «am», «is» или «are». Соответственно «ami», значит «are», когда у нас «we», «you», «they», и «is», когда «he», «she», «it». «Это эффективный метод?» «Это эффективный метод?» «Это», «is it», «эффективный метод?» «an effective method?» И также не забываем другие правила, артикли и прочее. «Is it an effective method?» Повторяем. «Present simple» «We have a verb» «do» 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 «I, «we», «you», «they», «does», «he», «she», «it», «do» 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 «you», «has», «the», «i», «we», «you», «they»,は», «is», «he», «she», «it» Если у нас с вами специальный вопрос, то здесь ничего сложного нет. Соответственно, просто впереди идет какое-то вопросительное слово или же вопросительная конструкция. Соответственно, question, word. И также do или does. И здесь то же самое. Значит, давайте с вами сразу переведем. Что ты думаешь об этом? Что? What ты думаешь? Do you think об этом? About it? What do you think about it? Ну, здесь нам самое главное знать просто, что do. Что она знает? What does she know? Опять нам самое главное знать, что именно does. What does she know? Все. То же самое и здесь. Если у нас с вами именно идет вопросительное, специальный вопрос здесь, то также у нас впереди идет вопросительное слово, question, word или конструкция. Далее, am, is или are. По-другому это еще называется вспомогательный глагол. Вспомогательный глагол. Например, мы можем спросить. Почему это эффективно? Почему? Почему why? Значит, это, значит, is it эффективно? Effective. Why is it effective? Почему это так эффективно? Почему это так эффективно? Why is it so effective? Present simple, special, special question. We have a verb. Question word. Plus, do or does. What do you think about it? What does she know? We don't have a verb. Question word. Plus, am, is, are. Why is it so effective? Значит, это вкратце, вот мы с вами повторили основные формулы, конечно, более подробно в самом уже плейлисте. Thank you, my friends. We continue our playlist.